Девушки отдыхают Петя, я смотрю, ты убрал в квартире. Какой ужас. Нет, неприятно. Но, Петенька, у нас было три комнаты. Где еще одна? Слышишь? Кто это лает? Кто это лает, Петя? У нас в гостях твоя мама? Нет? А кто лает? Кот? Ты накормила его педикрепалом. И он съел, а его никто не спрашивал. Петя, почему он замер, как вкопанный в своей плошке с песком? Ты насыпал ему вместо песка цемент. Не знаю, как коту, но мне приятно. Петя, у меня такое ощущение, что враги сожгли родную кухню. Ты приготовил завтрак? Какой ужас. И что там из закусок? Салат картофельный. Из ботвы. Называется ботвинник. А запить? Сок из ягод? Как ты его назвал? Сок ягодичный. Петенька, а что ты там все время прячешься спиной? Подарок? Какой сегодня страшный день. Ну скажи хотя бы, на какую букву? На Г. Пойди какая-нибудь мелочевка. Скажем, газонокосилка. Нет? Может, гаубица? Ну все, сдаюсь. Что? Помада? А почему на Г? А, это наша помада. Спасибо. Я только не пойму, с чего это все вдруг? Сегодня женский день? Где? В бане? Ах, международный. Представляешь, забыл. А я думаю, чего это ты так разоделся с утра пораньше? Прям как в театр. Белая рубашка. Трико. Я всегда любила тебя за элегантность. Одних носков у тебя только полтора. Зеленый и синий. Оба так подходят к твоему лицу. Помнишь, когда мы с тобой только познакомились, ты был в бабочке. Под фуфайкой. Мы с девчонками приехали на уборочную вашу деревню. Большие понты. Мы познакомились в клубе на танцах. Ты пригласил меня на акробатический рок-н-ролл. Ты подбрасывал меня под самый потолок. Иногда даже выше. Иногда даже ловил. А потом ты угощал меня шампанским, которое сам гнал. Там было градусов 80. Но мы пригубили палитру. И как поется в одной песне, улетели навсегда. Помню, пробка вылетела с таким ревом. И попала прямо... Ничего. Зубы я вскоре вставил. А то ходила, как последняя шура. А потом мы поехали кататься. У тебя уже была машина. Ну, трактор. Беларусь. Иномарка. Все девчонки просили тебя. Прокати нас, Петруша, на тракторе. Но ты, к сожалению, катал только меня. Это было так романтично. Ночь. Луна. Ты трактор. Ты был лихач. Пару раз так разгонялся, что входил в мертвую петлю. Напротив меня висело зеркальце. И я видела свое лицо. Перекошенное счастьем. А потом мы играли в догонялки на выживание. Я носилась по полю и орала, а ты гонялся за мной на тракторе. До сих пор у меня в ушах стоит твой крик «Не уйдешь!» До сих пор я немного заикаюсь. А потом у тебя заглох мотор, мы валялись на сеновале, после чего ты, как честный человек, сделал мне предложение дотолкать трактор до гаража. Мы дотолкали к утру. Мы раньше дотолкали, если бы ты не сидел в кабине. А потом, уже провожая, ты спросил, «Слышь, а тебя как звать-то?» Я хотела сказать «Яна!» Но поскольку заикалась, выговорила только «Я-я!» Ты спросил, «Немка, что ли?» А потом, уже у самого дома, ты мне сделал контрольный поцелуй в лоб и сказал, «Слышь, я-я!» Ты была «Да ты сфантастишь!» Выходи за меня замуж, а не то руку заломаю. Так и поженились. Господи, как будто было вчера. Кстати, Петя, вчера я просила тебя купить пол-литра масла. Ты купил? Пол-литра купил, на масло денег не хватило. Ну и ладно. Ну и очень кстати. Сегодня же по-праздник. Петенька, поэтому можно задать тебе интимный вопрос? А где же розы? Какой шикарный букет. Ну, ёлки-палки. Ой, да там не только ёлки-палки. Знаешь, мне ещё никто никогда не дарил такого. Нет, мне, конечно, дарили розы. Ну, чтобы две. Но я поставлю их в разные вазочки. И пусть стоят. До следующего восьмого марта. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕЛИЙ сэкстер, Employee, АПЛОДИСМЕНТЫ С & hörу rein, сэкстер, tua... мёрт,